Доброго времени суток! Следующее видео о том, как нам вырастить мицелий и шампиньонов. Если вы не смотрели два предыдущих ролика, то рекомендую вам пройти по ссылочке и посмотрите весь плейлист. Предыдущие, там я объяснял, что мы имели, какой исходный материал, какие мероприятия мы с ним произвели. И вот сейчас я уже получил результат. Вот сейчас хочу с вами поделиться тем результатом, который у меня есть на данный момент. Давайте рассмотрим этот результат поближе. Вот то, что мы делали в предыдущих двух роликах, то, что я показывал. Вот здесь лежат вот эти все результаты этих всех мероприятий. Показываю пока в таком виде, где они были тут на хранении. Давайте я их перенесу под цвет, потому что здесь нужно будет хорошо, чтобы было видно, где там мицелий и где не мицелий. И там я расскажу об этом все. Вот здесь все эти варианты, которые я использовал при изоляции мицелия, клеток мицелия шампиньона. И я немножко повторюсь еще раз. Ну, вернемся к тем результатам, которые мы получили. Мы делали предыдущее видео три дня назад. Вот через три дня, что у нас имеется. Вот посуда, которой мы засевали шампиньон, обработанный спиртом. Видно шампиньон. Видно, что ничего не происходит. Только вот под одним, в одном месте, вот под этим кусочком появилось, вот какое-то такое, то, что называется, что-то такое мокнет. Ну, вот здесь. Вот здесь, видите, что-то там мокнет. Ну, скорее всего, это уже начался какой-то бактериоз там. То есть, ничего общего с мицелиям он не имеет. Следующий. Это здесь посев шампиньона, обработанный перекисью водорода. Вот как мы видим, к сожалению, размазалась здесь агаровая среда. И нет возможности полноценно это все увидеть. Но однозначно видим, что в торцевой вот этой части, вот это белое, это не что иное, как вот растет мицелий. Ну, здесь вот внизу на 6 часов, вот это. То, что вы наблюдаете, это непосредственно вот рост мицелия. Ну, и то же самое здесь происходит вот в этом месте. Это тоже рост мицелия. Видите, он кардинально отличается от всего происходящего здесь в емкости. Но изъять его из этой посуды не так-то просто. То есть, не то, что изъять, изъять просто. А вот очистить возникают трудности, которые вот видим в следующем примере. Вот здесь мы пробовали изъять часть вот этого мицелия, что у нас получилось. То есть, буквально, можно сказать, на следующие же сутки, ну, я просто где-то через, даже не так, через часов где-то 12-15, я бы когда посмотрел, это все было вот в таком виде. То есть, какой-то бактериоз тотально вот это все поглотил, что-то там набурлило. Ну, в общем, ничего тут хорошего уже из этой примера не получится. Дальше тоже здесь был перенесен на два кусочка из бутылки. Вот, по-моему, не знаю даже где они, но какая-то такая вот жидкая тут получилась, полужидкая, полутвердая какая-то среда. Что-то там бурлит, какой-то газ выделяется. В общем, непонятно. Это уже какая-то жизнь. Ну, в общем, нам это не нужно, это брак. Теперь, следующий вариант, который мы делали, тоже интересно было бы это озвучить, это споровый отпечаток. Значит, что мы с ним делали? Мы делали из него, то есть, делали смыв из фольги со спорового отпечатка. Вот почему я говорил, что посмотрите предыдущее видео, и все будет понятно, о чем тут идет речь. Вот, значит, из спорового отпечатка сделали смыв и внесли его сюда в пробирку. То есть, не пробирку, а в бутылку. Что мы здесь видим? Видим здесь, пару дней ничего не происходило здесь, но вот я хотел даже пустить вот эту бутылку в разработку. Немного прогрелась лаборатория, потому что автоклавы работали, стало жарко. И здесь пошел какой-то рост. То есть, реально, наблюдаем. Это уже даже вам видно, вооруженным глазом, камерой. Вот, видно здесь, какая-то колония. Не знаю, откуда она взялась. И еще интересный момент. Вот там блик дается. Вот здесь, да, вот-вот-вот приблизительно вот в этом месте здесь появилась тоже колония. Но вот эта колония, которую я показываю, она находится в месте локализации, куда я вносил именно споры. Таким вот, очень быстро выдуманным способом, как их изъять, я их сюда вот внес. И самое интересное, ну, я знаю, что споры, они не быстро просыпаются. Вот где-то прошло, это сделано 16-го, и сегодня уже почти 20-е скоро будет. Значит, прошло, ну, грубо говоря, трое суток. Вот через трое суток, по-моему, мне кажется, что здесь какая-то рост из спорового. Да, что-то в локализации именно, где помещено. Я пробую на свет как-то это все рассмотреть. Не знаю, будет ли вам это полезно. Ну, значит, так, попробуйте поверить мне пока на слово. Я так понял, что это не закончится все равно еще, даже этим роликом. В дальнейшем придется еще снять. Мне просто интересно, что в дальнейшем будет из этого всего происходить. Значит, вот видим в районе, вот там, видите, такая, видите, на всей бутылке. Так, в районе, там такая черное пятно, вот именно непосредственно вот это черное пятно, вот это, и был намазанный споровый отпечаток. Черный, споры черные у шампиньона. Вот, как вы понимаете. И вот рядышком растет какая-то колония. Вот он, наш виновник торжества. Вот он. Ну, это дикорастущий шампиньон. Это сегодня я нашел у себя на даче. А вчера там тоже несколько штук нашел. Держу его подальше от бутылок, потому что он в состоянии уже выделения спор. Это фактически, ну, без разницы, чем мы загрязним нашу чистую культуру. Или спорами дикорастущего шампиньона, или это будет триходерма, это без разницы, будет заражение. То есть, после этого мероприятия придется помыть руки, потому что это множество спор сейчас у меня есть на руках. И при внесении в посуду они, естественно, вырастет дикорастущий какой-то шампиньон. Но не хотелось бы мне пускать его в разработку. Иногда я замечал, что дикорастущие шампиньоны, лесные, полевые, они имеют иногда какой-то странный вкус, отличный от того вкуса шампиньона, который мы привыкли покупать в магазинах или в маркетах. Вот. Сейчас мы добиваемся того, чтобы получить мицелий шампиньона, но шампиньона, который выращивается промышленно. И давайте вернемся к нашим культурам. Значит, я специально немножко ставил на паузу, хорошо пробовал рассмотреть, что это там происходит такое, что это за рост такой вот странный. Из-за того, что размазана агаровая среда, мало это все визуализируется, немножко меня смущает, сама споровый, то есть вот этот смыв, он наносился ровно посредине вот здесь, каким образом, ну немножко там был конденсат, возможно этот конденсат занес сюда вот эту спору, которая сейчас начинает вот здесь произрастать. узнать это можно будет через буквально там завтра или послезавтра, и все покажет, что у нас получилось, значит, именно вот с этой посудой. Ну и особого внимания требует вот именно эта емкость, на которой мы посеяли, что здесь написано, ну, мицелий из-под шапки шампиньона. То есть, как вы помните в предыдущем видео, я показывал шампиньон под шапкой, которого было видно уже рост непосредственно мицелия, то есть пушок там был. Значит, здесь вообще просто уникальнейшее такое видео, на котором хотелось бы отдельно остановиться и рассказать вот о происходящем здесь в этой емкости. Это просто целый роман «Война и мир» в четырех томах, если быть кратким. Значит, вам хорошо видно размером с большую монету вот такая огромнейшая колония. С центром, вот здесь этот пупырышек, это центр, это то, что было внесено, это то, что было содрано из-под шапки шампиньона. Вот оно. То есть, видим кругообразный рост во все стороны. Это ничто иное. Здесь можно уже с уверенностью утверждать, что есть этот рост, это ничто иное, как рост шампиньона. Мицелия, то есть шампиньон, это не шампиньон, это мицелий и шампиньон. Продолжение следует...